Ну что же, дорогие товарищи, понеслась! Два ветерана. На встречу Динча-поклонникам. Два ветерана с посттравматическим синдромом, да? О, слушай, два хороших. Два хаоса бога. Что ж, что может случиться? И рубить быстро, хорошо, посильнее. Критическая атака, она же хороша против больших, получается, да? Ну, не только. Просто... Просто хорошо, если у тебя критическая атака, и там могут всякие бонусы быть на это завязаны. Мол, не ударит или что-нибудь еще. Ну, если это благо выберешь. Ну, тут просто статисты загрузились, вроде как, нормально. О, хорошо. Ух, как ярко-то, светло! Ух, да! Вообще, жесть! Я не узнаю этот лес! Да, нифига не темная фэнтези теперь, да? Не говори! Так, а к нам подсоединился кто-то, да? А, кстати, да. Да. Здоровому! Кстати, если зажать букву Т, то... Выйдет... Выйдет меню этих самых... Быстрого реагирования. О, понял, понял. А, интересно, как тут воист говорить, надо тут тоже глянуть. А вот не помню, я что-то настраивал, но обычно не пользуюсь. Обычно не надо. Чего-то у нас... А давай возьмем, что я. А вот... Подобрал. Ну все, я увидел руины, и мне сейчас опять флэшбеки из гостерина колес начались. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ФАрамир-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Фарамир-хе-хе-хе-хе-хоп. О, сундук-хе-хе-хе-хе-хе. Надо брать. Надо... Давай это будешь штук. О, 35 уровень О, 35 уровень Че, все что ли? О, и все Это было быстро Да Я возьму двойную гранату И изучить свои чудеса и блага Интересно Ладушки А, точно Скелеты есть, я уже забыл Знаешь, как это Есть и есть там, знаешь Ага Я же некромант На меня скинули Да, да Кого скинули? Где скинули? А я с лестницы стоял, там стрелялся С лука А мне сзади Подкрались Ты, ты это самое Не увлекайся Что тут такая толпа бежит? Не увлекайся этими самыми Стрелами? Стрелами, да Если ты хочешь стрелы Возьми себе Кириллиан Или Купи себе профессию этого Бардина А что стрелы-то много? Ну или там Развивай тогда гном У него вторая профессия тоже Там есть всякие бомбарды Типа с базуками Будешь бегать Я просто как люди с севера Это Средопыт Средопыт из севера Аммуниция здесь Не, а что Стрел ты дохрена Че бы не стрелять Лук у меня вроде мощный Ну, что-то у меня тут Лава Дискотека устраивает Графическую У меня то же самое Да Прикольно Тоже самое Как будто тут, знаешь Два плайна Слишком близко друг к другу Расположили Да-да, именно так Ромбиками такими Да-да-да-да Так Так Так, вижу благо Иду брать Я че так простой, да? Вижу благо Иду брать Денег нету Черт Ну вы держитесь Когорь О, деньги, деньги, деньги О, деньги пришли Идеально У меня скелетов Горгульские клинки Затерит Терит Минас Минас Терит Черт Влезавал Как там А, точно Че на них смотреть Брать надо Монетки Да Опять эта лава Моргает Пипец Как моргает Ой Нет Никуда ты не пойдешь Маленький засранец Вот У этой Сиены Этот Этот Навык Он То есть Посох Он вообще Такой Имбовый В том смысле Что Ты просто Зацепляешься За Любого персонажа Достаточно Слабого И там Просто Уже Не важно Куда он Побежит Ты его Просто так Цепляешься И нужно Только Немножко Подождать Чтобы Он Умер Такой Антиснайпер Это Они явно Из Дарктайда Утащили Там был Псионик У него Дефолтный Дефолтный Дар Так сказать Это Именно Вот такая Способность Ну и правда Без всяких Посохов Посох И отдельно Ну и здесь Вот именно Через посох Реализовали Эфишку Прикольно Мой клинок Светится Синим Походу Рядом Орки Определенно Кто Здесь Выживите А чё Не выжить Это Хорошие Тут Было Ничего Нет Но Еще Кто-то Какой-то Красноармеец Выживите Я люблю смотреть твои работы, Адон! Да, нет. Че там... Обмен оружием. Да, нет, не надо. Слушай, но она же поменять и на хуже может, да? Вот я смотрю, мне предлагает на меч с меньшей силой. Ну и нахрен тогда менять. Да, тогда нахрен менять. Ну, с другой стороны... Он не всегда на лучшее предлагает. Да. Только если ты хочешь. Че у меня, кстати, колдон грохочущий. Посох с щитом. Я пока не очень понимаю, как это работает со мной. Ну, наверное, реально тут не то, что ты... Не совсем то, что у тебя было. Какой-то дефолтный вариант по этому режиму предлагается. Ну, я, по крайней мере, так предполагаю. Кто тут бежит такой красивый? О. Что он предлагает поменять? Алтарь охотника, а не оружие. Обычная сила оружия 300. Он у меня сейчас... Дополнил. Правда, это оружие. Не понял. Я на что поменял на пистольной какой-то епарасы. Так нажми и там... Там же он напишет о том, что ты можешь посмотреть, что у тебя на данный момент. Ай, а я не могу взять. Чего-то не могу. Поменять. А что у меня сейчас с собой есть? Уммм. Вот я нажимаю и у меня пишет, есть удлиненный... А, это меч, не лук. Все, я понял. Угу. Ладно. Надо разобраться, привыкнуть. Угу. Вот это такой рогалик сейчас. Идет. Ага. Щиты от ядов. Непонятно, что это такое. Что там у тебя? Проблемы? Нет. А то наша банда. Я сам себе группа. Только блин, вся эта группа нахрен исчезает. Поскольку когда тебя кто-то там из ваншотеров подхватывает. Я вначале думал, блин, сейчас у меня, ну, возможность будет эти рейтинговые сплетения проходить. А тут они просто складываются, как только у тебя. Какой нибудь ассасин или этот... Душесос подсосёт. Так обидно. так поприветствует медведь вчера зашел дискорд посылки сегодня смотрю уже не на канале пришли опять ссылку искать зимой файм чего не делая из дискорда что ли выкинулась в группу миликов среди не должно было быть да нет вроде как но я сейчас гляну просто посмотрю там присоединяйтесь ты играешь у нас тут как раз свободное местечко и пил гримс куинс ты смайки и гутанту спин демон и бун так парапсю мальчике милик считаю нас такое сколько денег 258 спин выкинула пишет там два приветствия мне было ну да я вчера кидал приветствует я понял да смысл выкинул с сейчас но и кляну что у нас там сначала система но я тоже с тобой смотрю то ты такой фиолетовый сразу же тебе верментида закинем о да слышу звуки здравствуйте вы сказали зайти я зашел ну и в игру тоже заходи чё там ищи меня ты найдешь хикса и нас меня по имени все дела там кто там занят мах и там крубер и кириллиан и сиенна заняты то есть гномы этот зальцпайер остались на ветеране проходим у хикса там недостаточно силенок ну ты да он вчера видел я все видел и как вчера не мог мог только чатик писать а я видел что ты видел но уже сегодня понятно с кем там разговаривал товарищ что за голоса где найти найти друзей людей там у меня ник как есть а зорлоби это пустоши хаоса да да пустоши хаоса вот тут какой то хикс хикс да он самый о нашли дед мит вид дедушка медведушка старый меса вид что за демон тут а это немец это такая фишка которая сейчас и вор з зата милиция сейчас кинет с серым оружием ну возможно да тут слушай если ты играл то я думаю тебе не сложно будет все прокачивать ну да мне просто геймплей нравится та же фигня хотя побольше красных шмоток я бы не отказался меня бесит что красные нельзя выбивать на длс персонажа да ну вот то оружие которое чисто их сигнатурное да типа как молот с книгой и подобное оно красным не выпадает а то есть его чисто через пять шмоток других надо да я так некроманту крафтил десять штук собирал но так я чуть чуть потише тебе сделал так стрельба началась а только отвлекся и уже какая то ну тут уже полу вин пол армии крысов перерубили так так а тебя как вообще называть дед медведь или как так как удобно можно по имени можно не по имени и какое имя имя серёга я дмитрий дима а я никита да будем знакомы но так вообще хиггс дредд я все равно сразу не запомню а ты будешь медвед Плотный Плотный Сам назвался Смазался Медведом Настой Назвался Медведом Полезай в лес Главное это самое Если машина гореть будет Не садись с нее Нет Это старые уловки я думал мне дадут щит написано было ты заберут щит я уже сто лет вот режим не играл ой я в house waste но пустоши хаоса только недавно начал гореть как вы знаешь персонажами все эти компании проходил еще все еще думаю потому что дал слишком нормально пройти почитать о том какие у них там секретики и тогда уже проходить по-нормальному так вообще эти гребаные ачивки которые там требует все пройти на легенде не увидите да и на легенде там не сложно легенда лёгкая в принципе ну да если ты уже приноровился то в принципе да там только а вот когда в катаклизме до несколько паков хаоситов на тебя подряд ну нафиг у меня проблемы были только с этой с как там ну там суповым этим канализации вторая карта черте как блин выскочил из головы но акт 1 миссия 2 там где в канализацию спускаешься и там нужно прервать понял где жижа в центре да я кстати так и не сделала еще чтобы все стояли варились а такая есть да у меня есть не знаю как ее делать а ты в бэк форблок не играл не я не играл а чё у тебя еще есть я играл раньше по идее 2 это да и сейчас это уже классика уже нет ладно давайте блин да то мы все тут думаем с кем поиграть в бэк форблок еще ну это необязательно но как-то так две две компании прошли но все равно веселей когда полная набор потому что я вот ворлд ворк на этот ввз играю этот лифтач от третьего лица по франшизе то он блин как выйдешь что-нибудь за пределы средней сложности так там пипец начинается из-за того что боты тут 5 нещадно собственно нужны нормальные люди хотя бы как чуть-чуть адекватные в общем то как и везде это правда но иногда тут такие люди бывают даже в этой игре что лучше боты да лучше боты хотя бы рядом с тобой бегают а это да это да ну тут после лофтача уже самое первое правило все должны сидеть вместе ну не сидеть как бы а как-то так кучковаться я помню когда-то давным-давно во второй лифт играл на серверах где куча народу бегало было весело типа больше чем ну больше чем разрешено сильно больше типа 8 на 8 какие-нибудь да нет просто в лифт 2 там же были модовые сервера аааа 15 человек все вместе бегут хе 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 стенка на стенку нет там же против ну по сути же мобов по сути карта компании просто народу разрешено много боссов спавнится много боссы сильные мобы сильные не я и говорю что раньше была типа толпа зомби на несколько выживших а тут такая стенка на стенку получается ну да и мобы более злые их больше это жестко конечно но тут главное чтобы систему выдержал а то я тут читал описание или жёг игры сам иногда с ума сходи а то я тут читал описание ну рецензию на винзов magic на сплетение режим который мне сильно выписал в последнее время вот и там было написано что походу разрабы ну то есть они дали возможность до 160 160 уровня рейтинга проходить но сами походу ни хрена не тестили потому что там были я никого не мог туда найти поиграть там было написано о том что игра было слишком много этих э блин ассасимин пишут как 0 а в этом режиме таланта на месте какой режим таланта ну вот где мы сейчас таланты нормально здесь работ Да вроде, не знаю, чёрт его знает. Ну вот, и там говорилось о том, что там иногда столько этих, под конец, после сотового уровня рейтинга, там столько стало этих мобов спауниваться, что игра уже просто крашилась сама по себе. Да, ну и конечно, да, ты говоришь о том, что никого не найти, и я абсолютно с тобой согласен, но только один раз на рейтинг. Один только плюс есть у этого режима, можно фармить его очки вне этого режима. Ну, какая нахрен разница, если никто не играет. Его хотя бы собрал герой себе. Ну, я себе собрал толку от этого, знаешь, я в рейтинговых матчах, там же нельзя ж... С ботами играть. Там один целиком проходишь, и я пока что максимум до шестого уровня дошёл. На рекруте. Отпали, на меня это был параканил. На рекруте, потому что там ваншоты просто по-жёсткому. Ну, и любой босс, собственно, он и так злой, как за собакой. Вот, и там просто такое, ты минуту проиграл, и потом у тебя полминуты показывается заставка поражения. Это настолько вот это вот унижение, чувство унижения создаётся, что просто... Да понял, я понял, что проиграл, пропустите уже. Да-да-да, дайте мне возможность рестартануть. Так что, я вообще не понимаю, почему они... Где здесь алтари-то? Есть же крутые алтари в этом режиме, я помню. Так, мы же проходили мимо нескольких. Который призывает мобов, ты дефаешь, получаешь какой-то... А, да-да-да, сундуки там такие, типа. Так, нам, по-моему, всё-таки сюда. А то никаких бонусов в чё-то нет. Только оружие, да, оружие. Да, да нет, был один, по-моему, вот. Ну, было уже два пункта. Я ещё выбрал там двойные бомб, двойные взрывы бомб, я, по-моему, выбрал себе счёт. Так, вот, я только пропустил покупку бонусов, когда мы кинули... Постя, так сказать. А на карте, да, на это? Да-да-да, ну ладно, ничего страшного. Больше денег на следующий режим. Да. Не, я понял одно то, что в продолжении вашего разговора, то, что бывают люди, которые убегают далеко и не держатся командные, это после ГТФО. Да-да-да. Вот, в ГТФО, конечно, играть надо командой, точно. Вот. Так вот, про Windows of Magic я бы сказал, что... Там он добавляет этот режим сплетений, который ни хрена никто играет, и катаклизм, который... Режим катаклизма, который, ну, интересный, но не то, чтобы там офигеть, как важное дополнение. И зверолюдов, которые тоже не то, чтобы сильно нужны. Вот. Особенно Минотавр, это сука такая... Блин. Но они портят очень сильно все. Да. Эти зверолюды. Вот. И я не понимаю, почему они до сих пор берут за это дополнение деньги, в общем-то. Честно говоря. А где-то можно посмотреть, что я взял за усиление? Я не помню. Потому что... На ТАП нельзя? На И. Ага. Да. Потому что настолько паршивые дополнения, и настолько отрицательные отзывы, там, две третьих отрицательных, они все равно, знаешь, какая-то такая хрень. Ладно, извини, я все закончил про это. Все лучше с ним, так как. Аминатавр, так как. Нет, не слушай, старт лучше всех. Подожди, подожди, потом игра раскроется попозже. Да. Еще чуть-чуть попозже. Это как GTA фото, типа. Оно будет лучше, ты привыкнешь к боли. О, и там что там, что там, что там, что там. Меня тут. А, грудь. Ооо. Блин, 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 чувак. Говорили же, нет. Нет, давай от коллектива. Старфилл, да, не, в моем сердце только Elite Dangerous. Я тебя полечил? О, спасибо. У меня какая-то невидимость, видимо, я что-то себе интересное подобрал. Если бы у кого-то там бонус на это самое, на это дело есть. О, где-то ассасин, ассасин, ассасин. От него шифтится нам. Сразу же, конечно, сложно чувствуется, что очень низкая, конечно. Приятно играется, очень. Ай, да. Помогите, пожалуйста. Сейчас отпустят. А, там еще одного. Сейчас отпустят. Да, он им помогает, кстати говоря. Я так понял. А, то есть он... Ну, его взорву вскидывает, могу. А, супер. Вот. Потому что пока он бил, я чувствовал только, что ей бессмертно. Ну да. Как он взорвется, сразу отпустит. Надо только подождать, да? Да. Я понимаю, что это звучит двусмысленно, да. О, бежит, 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 бежит этот. Ну вот. А ты... Дэшся, дэшся от него. От него. Ну, от вот этих вот сволочей дэшся. Да, да, да. Надо привыкнуть. Я уже замечаю их хотя бы в толпе, знаешь? Их слышно. Их слышно. Тут саунд дизайн просто шикарный, на самом деле. Он еще лучше в Dark Tide стал. Но и здесь тоже офигенно. Ядко-патошка не выдержит Dark Tide, так что нет. И так процессор стичь умирает уже. А ты знаешь, до недавнего времени, Vermintide, по-моему, был даже более ресурсотребовательным, нежели Dark Tide. То есть я не мог его записывать на ультра HD разрешение. А Dark Tide нормально держался. Ну, во многом благодаря этому DLSS-у. NVIDIA-ско-ю. Ой-ой-ой-ой. Не заметил. Вот они сейчас тоже эту фишку добавили. Мне глаза выцарапали. Спасибо. Как твои глаза, кстати? Нормально, слава богу. Я их, правда, сегодня опять варил. Судом немного. Суп. Суп доварили. Суп. Шикарный суп. Ну и как? Не все, зато он наконец все закончил, сварил. Да мне товарищ попросил мангал ему сварить. Из арматура? Если бы он там притороганил стали, я не знаю, 5-6 миллиметров толщиной. Мангал просто размером с гроб я просто сварил. Я сварил, думаю, что мы с Таймой угораем. Говорит, а что за гроб? Для гномов. Как ее перетаскивать? Да, да, да. А здесь все какой бонус выдают? 20 здоровья. Ну да, видимо, одинаково. Ну в этом случае, да. Он настолько тяжелый оказался, мы его ели на багажнике с грузиней. Ну да, как? Ну если он его поставит на даче и не будет трогать. Он его на дачу и хочет, и в землю еще забетонировать, чтобы на металл не стырили. Что-то у нас 40 против монстров или 30, минус 30 блока. Все слава, знаешь, то есть у нас секс, драгон, рок-н-ролл будет. Я предлагаю 40 против монстра. Я тоже думаю к монстрам. Я блоки люблю. Большой фанат. Ну, я присоединюсь к монстрам. Извини. Что поделать? Ну что поделать? Человеку захотелось шашлык пожарить внезапно. Просто монстры это один единственный вид всего лишь. Ну там в конце будет, а мы в прошлый раз как раз таки завалились. Ну, не знаю, ладно. Гороки терпят урон. Ээээ, что это, если пить зелье? Пипец, что за неудолимая жажда? Да слушай, тут снег можно пить. Желтый не надо. Красный тоже не очень, да? О, обычный зелье лечит. Нифига. А, то есть просто четверки? Да. Я сейчас выпил, меня похилил. О, хорошо. Так, у меня четверка есть. Мне интересно, стало сработает или нет. Как быстро здоровье-то убывает. Да вроде не очень. А, у меня еще каждые 3 секунды плюс одно здоровье. У меня ж только скил взят был. А, ничего себе. Так, а это что у нас? Эээ, и куда, и что? Мне бы обувь побольше. Чтобы похилиться, а их нет. Не, меня не буду ни хвена. А там синий носили предлагают какой смысл. Ну да. Тратить еще на это. Нифига на себя, отчет зелье теперь полностью здоровье восстанавливает. Но тут особенность такая. Да. Прикольно. Получается, две аптечки с собой, можно сказать. Да, ну, добро. Только я не помню, куда идти. В другую сторону. Там блок, не блок, а тупик. О, монеты пилигримов. Ага. Ой. Звук какой нехороший. Я же говорил про этих монстров. Ну, сейчас пока этого бафа, бафов в смысле нет на бафа. Бафа на бафа, да? У меня опять меч светится синий, походу, у Рухаи, да? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А, чё, смандык че-то быстро как-то все, да? Это ты случайно в тени его покоцал? Ну и он ассасин, может, убил? Да, кстати. У тебя же там фишка, что из тени бьет сзади. С удовольствием, с многочисленным уроном. С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. С определенной ультой можно просто убить босса любого почти. Чё, добро. Мне нравится то, что тут во время замаха можно блок поставить резко. А то вот в некоторых играх бесят. Замах начал делать, блок уже не поставишь. Типа это? На канцелон нет, а это неудобно. Пока анимация не закончится, никуда ты не пойдешь. Пока он не покажет свою анимацию, да? Да. Что, он зря себе делал? Анимации. Типа учите тайминги, да? Ну тут же есть тоже, кстати, шмотки от таймингов работающие. Это как? На идеальный блок тут есть. А, типа парирование вот это, да? Да. Ну бонусы эти, да. Да, есть такое. Типа блок будет ничего не стоить, если попасть правильно. С определенными герами. Да, да, есть такое. Я скорее на криты ставлю. Ну самый понтовый, скорость и так от критов. О, можно... Ну я... Откуда наживаю оружие? Так, это чего? О, испытание. Отлично. Все, запустили. О, тут... Не, не полностью хилит, но много. О, у меня красненький. Все, тут можете взять... Апгрейд для оружия. Вот здесь вот. Красное? Да. А сколько он там стоит? Да, я не помню. Ну посмотрите. Тут же не обязательно сидеть на одном месте. Ну тут... Почему? Обязательно. Нет, ну как бы они все равно появятся. Как бы она закончится, события и все. А потом просто нужно будет забрать из ящика. 450 стоит. О, у меня столько денег было. Я не хватил, в принципе. У меня 700 сейчас. Я все потрачу, если возьму. Зато дорого и богато. Это правда. Ну где это... Ну вестики. Я хочу... Я хочу... А нет, за стенкой я слышу, но их... Потерялись. Хе-хе-хе. Все закончилось. Так, когда вы взрываете бочку, она порождает меньшие бочки. Я готова для тебя. О, прикольно. Вы автоматически останавливаетесь. Пока вы сбиты с ног. Автоматически восстанавливаетесь на краю. Прикольно. О, это прекрасно, да. Это дело хорошее. У меня какой-то урон, когда я упаду. Я взял, потому что было написано экзотическое. Да, есть такое. А вот они пришли, наконец-то, да? Опоздали до праздника жизни. А, это закалить? Прям. Да. То есть, то, что у тебя было. Еще бы переброс тегов. Типа за дополнительную плату, да? Ну да. А то фигня какая-то. Прикольный скил я себе взял. Там какое-то зелье, кстати, есть. Точно, надо же пить зелье. Да, а то можно тут вдохнуть. Интересно, этот эффект может убить? Ну, как минимум, он остановится на единичке, а дальше уже дело от тебя. Тут фанатик пригодился бы. Он же любит, чем меньше жизни, тем больше урона. Выживите. Император защитит. Труп на троне никого не защитит. Правильно, потому что я люблю Тао, во имя высшего блага. Ты, синий поклонник. Поклонник синих. Интел, что ли? Интел, что ли? Я люблю. Синих нет. Тут фанатик. Люди этих какого. Короче, Синько уважаю. Тут фанатик. А ты меня уважаешь. Фанатик. мне вообще нечем стрелять попробую подловить эту тварь ходят тут разные с пулеметами ну и где где давайте нужно больше крыс ехать жалчный тролль пацаны бейте его ногами лежачих не бьют но не в этом случае все мы его забили вот там блин а вижу а ей блин это не тот тут еще один какой-то ползает собакевич все можно идти выпустили да только денег срубал варенье еще никак не могу вспомнить вот а мне это самое и это сабли звали то полеен поушин возьмите нет а ты уже взял такой невидимый здесь кого звали да этих самых синий крест темпливерский анти не антиохи е-мое антиохийский и блин каждая секунда при идеальном парировании возникает куда шар класса вот тут еще кстати есть пейте пейте друзья нет пополчу больше снимать на счет да очень быстро падает здоровье я и говорю дачу прям быстро все остальные вот у меня денег нет всего пятьдесят но у меня столько нет срочно надо идти срочно надо идти ближком а тут только эти самые зелье защиты может что выпить обмен он другой тип меняет кто да я как понимаю да я понимаю потому что у меня был лук я уже при обмен обменивает но я в данном случае обменю было доказать закаливание наверное закаливание усиливает да 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 просто эта штучка была желтая вроде вот сила против монстров карта хольстера да что там у нас дальше по плану запретная тропа можно 60 процентов углу отталкивания получить либо существитель еще удачи а это магазин а это магазин светилище удачи но мы все равно получим монеты подожди тогда будем искать смотрите тут есть утешь кошмаров следующий после этого светилища то есть мы либо сейчас идем в магазин тратить там 200 я думаю лучше потом потому что тратить 43 монеты да тогда я тоже согласен на то чтобы идти туда у меня вот 40 тоже очень много все равно да пошлите в магаз то есть мы не магаз это на миссию заработаем деньжат надо там запомнить что не надо тратиться ну сильно не надо тратиться а то а вдруг там хорошее что то ехен мнишах дин лайв новэмбр что ехай мнишнахт я не умею в немецкий да как там самые длинные слова в немецком потому что они любят совмещать несколько корней мести как там это скоро помощь кракенваген да 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 кракенваген не стив как как батерфлай и там бабочка шметерлинг ну и прочее заслужение хаоса в этом месте но это может не остаться температур чисто любители немецко не волнуйтесь там немецк Mmms то же не покровитель теплова и это я доступ пtan это Ну, смотрите, ты осмотрел, но я не знаю, немецкая, наверное, нет. О, тут, смотрите, вопросики. Она, по-моему, там просто, это такой Голливуд. Это как в этом. Да, блин, как период. Это как фильм про студентов, помнишь? Или студентов-то? Там был один такой. Помните в этом, как там, фильм был про Generation P? Вот, и там, типа, кондомс, ягуар в мире гондонов. Вот, это приват, это Warner Brothers в мире порнографии. Сейчас уже есть отдельный Браздерс, буквально. О! Так, у меня, с чего у меня тут включилось? Так, кто там побежал куда-то? А то у нас тут, это... А там, алтарь. Алтарь, да. Опа. Что это тут такое? А, точно, у меня же скелетик надо делать. Я забываю. Вот тут с вами, мы тут с вами разговариваем, а у меня в наушниках раз и появилось, и кто-то что-то про соски начал говорить. Я аж чуть не охренел. Соски чего? А у меня как-то, ну, говорит, это соски, что-то не соски, я не пойму, думал, что чего? А я, оказывается, случайно на наушнике нажал, и у меня на фоне вкладка открылась видео Дани Крастера, что он там что-то про соски рассказывает. Я ж чуть не охренел сейчас. Ой, боже мой. Так, сейчас. На записи будет слышно потом. Нормально, послушаем. Сколько тут? Где-то на 48-й минуте, 50-й, где-то так. Запомните, ответьте и переслушайте. Соски в тиски. Да, да, да. Типичная вархаммеровская тема. Превзмогание через боль и прочие вещи. Он у меня тут, а, что, и надо брать. Ну, за синие, а, фиолетовые сферы вылетает, когда убиваешь. Вот это его я тебе не скажу. А почему? Ну, хочет увеличить этот талант, видимо, такое-то, что он делает. Но не мой явно. Так, бежит этот. Ну, я когда убиваю, у меня вылетает. Значит, это мой талант, наверное. Значит, он у тебя есть. Да, значит, что ты там делаешь. Ну, я подобрать не могу, и поэтому я не понимаю, что происходит. Ну, можно. Он у тебя в полной миссии. А вы увидите эти сферы? Да. А, в опыт убираются? Вроде. А, они ультур заряжают. Ну, вот, и ответ. Удобно. На себе это что такое было? Глюки с коллизией. То есть, я могу заряжать в ульту вам. Получается. Ну, видимо, и себе, если ее потратишь. Угу. Да, 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 действительно. Оно не берется, когда полная. Да. А нам туда, где пулеметчик? Не знаю. Тут вообще какая-то такая карта, которую хрен поймешь, куда идти. Ну, знаешь, идешь, идешь, все равно куда-нибудь да придешь. Вон там внизу эти самые апгрейд. Может, и сюда надо идти. Как бы, в этом смысле, наверное, эти карты, они так особо тебе не заставляют куда-то идти. Так, а, обмен оружия внизу. Ага. Красный какой-то, что это значит? Ну, вероятно, что получишь красный в обмен. Как я могу понять, на что я поменяю, где можно посмотреть, на что мне предлагают. Нигде. Нигде. Да. А, то есть, это рандомно. Да, то есть. Первое рандомное, второе, то, что у тебя есть, я так понял. Ну, а так, что точно то, что в руках. Да. А это просто обмениваешь, а он денег не просит. А, вижу, 450 баксов на типа Вархаммера баксов. Ну, у меня он 240 баксов хочет. И зачем я сюда доски проломил? Ну, так. У меня одно красное есть, а зачем мне второе, в принципе. Да, я точно так же прокачал, и думаю, нахрен вам надо. Ну, как? Сильнее. Боль, причиняй, боже, там все дела. У меня и то, милишка, и это, зачем мне? А, ну да. Ты что, ты сам? Да. Звучит невыгодно, как будто. А там еще магазин. Где? Вот, я по этому не берегу деньги. А, точно. А где-то, где Кириллиан, где она там? А, вот. Ой. Что пристал на протанка? Спасибо. Так, уходим немножко за угол. Слушай, это похоже на карту из Каракат Гораза. Немножечко. У меня появилось ощущение, что это просто склеено из разных карт вообще. Ну, здесь как-то нет такого, в сплетениях точно есть такое ощущение. Да что там есть, оно и есть склеено из тех же карт, которые были. То есть они, получается, разрезали все карты на куски, чтобы им было легче потом апгрейдить движок. Они же как-то только недавно сделали переапгрейд. Я заметил, что освещение изменилось. Они сделали переапгрейд карт, потому что у них на каждой карте были эти... Свой набор предметов, и это позволяло быстрее загружать карту, но увеличивало размер всей игры. Они, в общем-то, перенарезали. А в случае с плетением... Я, пожалуй, тратить не буду. А не в случае с плетением, они просто взяли первоначальная нарезка этой карт, сделали. И вот как бы выдали это за новый режим. Мне так видится. Я поэтому очень... Надо взять на вооружение. Ну да, это... Знаешь, это выглядит как будто портальные технологии. Типа вот... Маленькие комнаты такие, и потом их потом склеивают как-то так. Кстати, тот же самый GTFO, походу, так же сделал. Потому что я когда смотрел, что там за моды есть, и как они вообще делались. Ну, как бы, какие модули есть. Там было показано, что... Просто отдельные модули в качестве таких модовых ассетов. Дается, типа, комната для лабораторий. Это типик, да. Слушай, а я не помню, а в GTFO, рандоуны, они же всегда одинаковые, да? Они выглядят одинаково. Рандоуны генерятся, по-моему, в разных местах предметы и все, да? Да, да. Но это все равно миссии. Хотя, честно говоря, не настолько одинаковые, что я поначалу думал, что это рандомно генерированный контент. Я уже забыл, как там, кого зовут-то там, Виталий, кто еще? Да, он. Идешь, метелки. В том числе. Я опять туда же пришел. Блин, все такое похоже, что это действительно кажется. Где-то я это уже видел. Не, ну прикольно все равно, как бы ни крути. О, я нашел еще один алтарь. Обмен на... Ну тут на красную... Враги не кончаются, бегите. Обмен оружием. Я поперегу деньги. Если бы там красный способ предложили, но это... Фатально. Я уже привык. Красное винишко предложили. Я больше светлая. Это зависит от сезона. Зимой красненькое. Можно даже блик. Нет, оно вяжет, мне не нравится. А летом так явно... Какой-нибудь... Зелененькое. Я, кстати, попробовал винишко. Самопальное, это свое. Все, что очень вкусно получилось. Это же буквально самогон. Да мне тут перепало черно-оплодной рябины очень много. И подумал, почему бы не сделать из этого вина. Самогонщик. Да, вот до Нового года как раз отдохнет. Сейчас прям молодое вино. Так что, нам... Достаточно крепкое получилось. Нам нужно... Тебе нужно регистрировать товарный знак Citadel Vines. Мне интересно, как алгоритмы Ютьюба работают по рекомендации. Мне закинуло в рекомендации вчера стрим с нулем человек. Это как? Почему это произошло? Ну, может, они как-то решили, что надо какие-то... Ну, помогать молодым креаторам. Ну, я уже не молодой, и подписчики у меня все мертвы и давно. Да ты некромант. Чего-то у меня. Сколько у меня там, да? Четыре тысячи подписчиков, и все эти люди, наверное, подписались на меня еще лет пять назад. Если не больше. Ну, вот на ВК-плей, кстати, гораздо больше людей смотрят. Я же параллельно на ВК-плей тоже транслирую, и там прям постоянно по статистике. Один, два, два, один человек посмотрит. Три человека. Максимально, по-моему, шесть было. Скажем так, по морально-этическим соображениям я не собираюсь этим пользоваться. Так, что там у нас дальше? Ну, тупик, что ли? Хреб, не знаю. Я, господи, куда тут бежать? Ладно, куда ни прибежишь, везде выход. Куда ни глянь, везде жопа. Что, давайте туда, вроде как, это выглядит как нечто похожее на... Но мне кажется, что реально тут, в целом, карта на несколько выходов. Я, правда, не настолько много играл. Да, вот выход. Свитец. Вот он бежит. Другая бегут. Ну, 420 на копей. Что ты такой, это самое? Ты где, Хиггс? Ты где? Да я тут. Где тут? А, вы там, Йокарда Бабай. Чего вы так далеко? С этим мельком забрали? Одно хп. Не, я, конечно, слышал слухи о том, что Крубер с Кириллиан. Но, чтобы так... Прямо посреди миссии. Мне нравится, у гнома фаса, когда эльф падает, а эльф горизонтал. Вот это вот. Буквально. Понимай, как хочешь. Все, пойдемте. Ну, а там у нас. Как говорится, не важно кто, важно кто. Я тебе там кинул бутылку в инвентарь. Выпей, что ли? Спасибо большое. Бутылки можно передавать на это самое, на правую кнопку, но если у тебя что-то занято в этом случае... А ты рассказывал про механику того, как можно аптечкой двум поднять и восстановить? Вот, это я не знаю. Да, если ты, допустим, серый, и твой товарищ серый, но у тебя много здоровья при этом. Ну, допустим, ультой Зальспира тебя подняли, и у тебя много здоровья, но ты серый при этом. Да. Ты можешь взять аптечку, полечить другого, и у тебя серый эффект спадет. А это разве не зависит от выбранного таланта, нет? Нет, это эффект, как аптечка работает. Ну, типа, это пачка эта, которая на другом. Ты себя не вылечишь в плане здоровья, но то, что ты упал, восстановится. Прикольно. Окей. Так, на следующем уровне вас будет ждать могучий монстр, убив его, получит 20% прибавку. Ну, нет, это у нас и так ждёт могучий монстр. А может, купим? Может, купим? Так, что-то у нас. Туда все соединения безбитые. Звучит, как будто у вас пациентов много. Во, я куплю себе свою любимую. Подбор паиприпасов даёт 15 нездоровья. Это мне надо. А у тебя, наверное, вот эта вот жатва на эту, на эту жатва. Каждые 3 секунды при попадании в голову врагу на его месте остаётся Шаро Сенси. Шаро Сенси ускоряет перезарядку способности на 0,5 секунд. Окей. This is the way. Так, монстра можно взять всё-таки, а? Как думаете? Можно. Два босса вместо одного. По цене одного, да? Выгодное предложение. Каждый 37 нюансов. Я себе взял бесконечное лечение боеприпасов. Это, конечно, топовая штука. Мне понравилось. Стоишь, стреляешь, подбираешь и лечишься. Даже дефолт на игре есть. Талант, когда в голову стреляешь, боеприпас возвращается. Да, да, а тут же здоровье поднимается. Ну, да. А кто не нажал? Я не нажал. А я не нажал. Ну всё, больше ничего не могу. Монстра не купили? Монстра не купили, нет. Мне не хватило. Я бы купил обязательно. Та же фигня. Да, да, оправдываемся. А я мог купить, но думал, вы не хотите, ладно. Да, ну что ж ты так. Роклито отвечом, что? Чё? Ну, там написано. Роклито, ну отвечом, ну отвечом. Бог хитроумных планов Дзинч, у которого есть план на план и вторичный план на вторичный план. Как-то так. Врага меньше величины нифига. Чё-то знакомое, это когда там они раздваиваются и начинают. О, да. А какой смысл в боссе, если мы это последняя карта для нас? Кстати. Кстати. Так, что там у нас? Получается, здесь было бы два суперсильных босса, да, если бы мы взяли тот босс? Нет, это был бы суперсильный и обычный. Ага. Ха-ха-ха. Немножко бонусного, так сказать. Ну, у Рукхай бегут. Угу. Где мопы-то? Только набрал баф. Ну, для начала нужно подождать. Немножечко. Вот. А копочки чё, в центр скидывать? Да нет, это я так просто. По приколу. Так, где бы найти ящик с боеприпасами, а? Куда ты делся, мужик? Он за... Зарис... Наконец тебе, друг. Чё-то как-то быстро. Ну, Эльфриз занул просто, и всё. Там очень много уро. Чё-то даже как-то, Ирз... Если это всё, то... Я помочки ударил. Ну, зачем? Конечно, сложность низкая, Эльф есть. Чё ещё? Хе-хе-хе-хе. Оху-шесть и однодневки, да, Мэйплайс? Ну, так... Удивляется чему-то. Крупит в носу кинжалом, там ковыряет, говорят. Мне забавляет, как актриса озвучки... Ноу озвучила. Почему-то Нуф. Я не знаю, но звучит это смешно. Это такой акцент, типа шотландский, ирландский, как-то так. Она очень... Очень... Не знаю, то ли аристократична, но как-то очень по-британски. Ну, и... Один из акцентов Британии, короче. Не американский английский, к которому мы привыкли. Это да, это как это... Это я шутку слышал, какой английский лучше учить английский или американский. Главное, не шотландский. Хе-хе-хе, да, вот шотландский. Кстати, вполне возможно. Шотландские виски надо учить. Хе-хе-хе. Да-да-да. Ой, не, шотландских виски я много пил. Что-то как-то мне они не зашли. Мне индийский ром нравится. Вот ром, кстати, шотландский... Не шотландский, а английский ром мне нравится. Не, индийский. Индийский? А азиатский... Там прикол в том, что обычный ром, он чистый, а у них сам со специями идет. А, прям вот так сразу. Бурбон, кстати, я тоже не особо понял. Ну, этого... Как он? Джимбим, да? Который? Ну, мне как-то... Бурбон, наверное... Джимбим, Бурбон, я сейчас помню, кого назывался. Я Джимбим пробовал, не, я не понял его, в чем прикол. Я продукцию The Distribution пробовал, ну, Diageo. Ну, давайте. Алис в Англии водит, вот их не все пил. Ура, мы взяли. Пост, Red Label и прочее, прочее, это все чисто ихнее. Red Label, который Джонни Волкер, вот этот. Да-да-да, это тоже The Distribution вводит. Не, Black мне понравился сей лейбл. И у меня даже есть... У меня даже бутылочка есть этот, как у White Label, этот ходячие мертвецы... Ой, как их там зовут-то из этих... Игри Пейстолов. Ходячие леденцы, блин. Кто там были-то? Ходоки. Синие ходоки. Белые ходоки. Белые ходоки. Ходячие леденцы. Окей, ладно. Казна императора. Там, конечно, такая... Там такая бутылка белая, угрозильник вводеж. Тем более, казна. Тут вообще... На ветеране тут вообще кто-то. А на ветеране тут появляется надпись? Да. А на вторую ты вообще не можешь получить хороших шмоток, в принципе. Ну да. Там минимум... Минимально хорошие падают с императорского третьего. Причем именно с императорского, с других там фигня. Как-то так. Супер. Мы прошли. Ну что, еще одну или компанию может... Так, как хотите. Мне все равно. Мне без разницы, по большому счету. Давай посмотрим, что у тебя по уровням. Может быть, на уровне... На чемпиона даже переключишься. Третью сложность бы включить, чтобы хотя бы удать нормальный шмот. Там тебе нужна общая сила до 300 прокачать. Ну там, прежде чем открывать коробки, надо одевать на себя все по самое большое, по уровню. Ага. А, даже так? То же самое при крафте, да. Можно крафтом прокачивать себе уровень точно так же. Если есть на что крафтить. У меня сейчас сила героя 247. Если есть на что крафтить, одеваешь самое мощное, крафтишь, оно чуть-чуть лучше становится, ты его одеваешь. И дальше крафтишь, крафтишь, крафтишь. Если ресурсов много, можешь на максимум. Понял. Ох, таланты открылись у меня. 20-ый. Мне настолько лень, что я просто открываю гайд с этого, как его зовут. Господи. Сейчас посмотрю. Чувак забавный. Роял, W, черточка, чиз. Королевский сыр, в общем. У него там есть гайд на всех персонажей, как еще собирать. Потому что вот эти, там же есть, как это называется, трешхолдеры, как они правильно называются. Когда тебе нужно определенное количество процентов урона от определенного типа, чтобы убивать удар определенным оружием, определенного врага. И вот это вручную считать, с ума сойдешь. А он все посчитал за нас. Ммм, интересно. Как, как, еще Русо? Ну вот у тебя может быть условно 199 урона, а надо врагу нанести 200. И тебе надо, допустим, потянуть урон против хаоса. А ты этого не знаешь. Вот тот чувак все просто посчитал и сделал билды. Ммм, окей. Прикольно. Это удобно. Там есть какой-то мод, который армори или что-то такое. Он это показывает, сколько там у тебя на самом деле что наносит. Но опять же, все считать, смотреть на вики, сколько хп у какого врага, на какой сложности. С ума сойти может. Это заеб. Ну да, я тоже как-то так не взялся. Я лучше посмотрю, как оно готово. Не хочу. Ага. Ладно. Я знаю как, но я не готов столько времени убить. Ладно. Хорошо. Хорошо. Я в Диаблотрину считался в свое время. Хватит. Не хочу больше. Не понравилось. Гринд, гринд. Ужасная штука. Ладушки.